полевая камера наблюдения за цератозавром описание и характеристик день 12 ура можете ура можете меня поздравить я разместил камеры наблюдения за существами и наконец-то нашел то что так долго искал цератозавр это с виду не прям ничем не примечать на терапорт разучив его поближе я узнал о нем очень много чего и его нюх поразительно устал и помогать ему учить генилое мясо с приличного расстояния равно что других динозавров несмотря на его медленную скорость он компенсирует ее своей быстротой а так а также своей толстой шкурой а также стоит приметить его поразительную верткость но у него есть один опасный секрет по его борту у содержится очень опасные бактерии которые для человека будут быть очень опасны эти бактерии он получает когда он едем когда он поедает гнилое мясо но если он все-таки найдет тушу которая совсем недавно начало гнить бактерий он получит тоже соответственно не очень много но даже и этого хватит чтобы допустим дать отпор тому же карнатавру либо же напасть на и свою излюбленную добычу темантозавр ареал обитания цератозавра варьируется от заливных лугов до болот да это очень необычно что этот терапот припочитают места с высокой влажностью а также с рыбой да этот терапот может питаться рыбой черт возьми это поразительно да не с ним всякий единственный частичник оппортунист который может питаться как и мясом так и рыбой одновременно его гидродинамическое тело позволяет ему уходить от многих хищник например от того же аллозавра которого мы к сожалению пока что не заметили но признаки его документации есть и наши исследователи набросали его концептат хочется сказать что у цератозавра вроде практически нет естественных рыков по крайней мере из тех видов которых мы заметили карнатавром этот хищник дает отпор также в принципе он не стесняется нападать на более крупных трава иных таких как стегозавр но его природным врагом все-таки является диабло царатопс этот царатопсид очень необычный в отличие своего крупного собрата трицаратопса он более юркий и быстрый что делать его довольно опасным соперником для того же царатозавра его острые рога могут насадить более мелкие цели и при этом сразу их умертвить а также его клюв владает поразительной остротой что позволяет ему вырывать целые листья кустов целой охваткой но также мы обнаружили этого царатопсида замечательную способность его шкура очень толстая практически как у царатозавра поэтому ему не страшны укусы более мелких существ таких как тарадон или амнираптор но вернемся к нашему царатозавру в своем докладе также хочу уточнить что приближаться к этому хищнику время еды не опасно потому что он по своей природе очень жадный он едает целую тушу стегозавра вместе с костями причем совершенно один но если поблизости появляется коронатавр либо же другой соперник в виде того же алазавра саратозавр значит начинает агрессивно пыхтеть тем самым усиливая свой укус наши ученые пытались его загнать в вольер для подробного описания изучения но к сожалению нам это не удалось наши терапевизаторы не смогли пробить его тлустую кожу и поэтому часть наших сотрудников погибла передаю указание главному офису apollo инжиниринг паза 6 5 код 213